Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач «Пятницу вечером». Хотя сегодня не пятница, но так получилось, что в гости ко мне сегодня пришел очень замечательный человек, я бы сказал, великий политолог Владимир Анатольевич Лепехин, который руководит институтом ЕАЭС и ратует за евразийскую интеграцию. За армяно-российские отношения. За армяно-российские отношения. Мой большой друг, я скажу более, большой друг Армении и армянского народа. Приветствую вас, вы в Ереване. Добрый день. И вы сегодня и вчера были модератором на армяно-российском межрегиональном форуме. И это очень радует, что этот форум возобновил свою работу после трехлетнего фактически перерыва. Последний был в 2018 году. Но с другой стороны возникает вопрос, что это значит возврат на круги своя, то есть нормальные отношения российско-армянские отношения были ненормальными после того, что у нас произошло в 2018 году. То есть какие-то пошли сбои, пошли какие-то непонятные явления. И вот сейчас, наконец, мы возрождаем армяно-российский межрегиональный форум. Вот как вы считаете, что это за знак такой? Ну, прежде всего скажу, что межрегиональные форумы проводятся не только в Армении. То есть главный организатор это Министерство экономического развития России. И с 2010-2011 года такие форумы пошли по многим странам СНГ. И фактически в конце 2018 года они были прекращены в целом. То есть, с одной стороны, может возникнуть некоторые проблемы с исполнением тех договоренностей, которые подписывались в ходе подобных форумов. Тем не менее, это произошло в преддверии пандемии. Поэтому, когда начался этот процесс и все, что связано с самоизоляцией и с карантинами, конечно, это не могло не сказаться на проведении этих форумов. Поэтому эти три года, это на самом деле была такая ситуация, когда Министерство экономики России просто приостановило этот формат. А сейчас возобновило. Причем достаточно так быстро, оперативно, я так думаю, после встречи Путина и Пашиняна. И это подтолкнуло не просто проведение или возобновление этого форума в Армении, но и в целом активности Министерства экономического развития России по отношению к другим странам. Потому что 1 ноября планируется проведение такого же форума в Таджикистане, ну и далее по списку. Но то, что начали с Армении, это очень знаково. То есть это подчеркивает, что Армения ключевой союзник, ключевой партнер, по меньшей мере, в экономической области. А поскольку эти форумы, они носят название межрегиональных деловых форумов. Значит, и в основном упор направлен на сотрудничество малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе на уровне приграничного сотрудничества, в принципе, по всей линейке возможных совместных проектов. И когда после прихода к власти Пашиняна весной 2018 года тоже были вопросы к Еревану, будет ли новая власть как-то ориентироваться на евразийскую интеграцию, на эти самые форумы. Но оказалось, что в целом новое правительство подтвердило курс на взаимодействие с Россией. И осенью 2018 года прошел седьмой форум, он был достаточно активный такой. Во многом, конечно, объяснялся потребностью участников в том, чтобы сохранить отношения, рабочие отношения, динамика которых была достаточно высокой. В то время мы помним, что как раз самый высокий темп роста в последней истории Армении, как раз приходились на 2017-2018 год, когда мы стали получать и Россия, и Армения, такие первые результаты от интеграции. И поэтому, конечно, армянский бизнес, он с большим удовлетворением воспринял то, что снова этот форум начинает работать. Было пять круглых столов, не считая огромного количества деловых встреч на полях этого форума, еще они продолжаются, еще завтра будут продолжаться. И я был модератором первого главного круглого стола, который посвящен общей стратегии взаимодействия. И, в принципе, более или менее понятно, в чем эта стратегия должна заключаться, в условиях достаточно жесткой конкуренции, например, западных проектов по отношению к Армении, ну и, соответственно, тех российских предложений, которые звучат. И я считаю, что в целом, конечно, очень позитивно форум прошел. Сейчас буквально час назад закончилось пленарное заседание, где выступал замминистра экономики Республики Армения Тертирян, ну и соответствующий заместитель Валач Министерства экономики и развития России, которые как раз итог подвели, как итог позитивный и даже отметили некоторый такой новый этап развития двухсторонних отношений, который связан уже не просто с выяснением отношений, да, и с поиском каких-то основных направлений развития, а уже речь идет о конкретных совершенно проектах. И что мне вот лично отрадно отметить, то, что активизация как раз российского государства происходит по отношению к Республике Армения, потому что до сего времени в основном эта активность проявлена с крупными компаниями, да, энергетическими компаниями, например, да, торговыми компаниями, вот. То сейчас Министерство экономики уже, так сказать, фактически лицом развернуто к Армении, да, и предлагает самые разные проекты, вот. И сейчас в каком-то смысле мяч на стороне Еревана, в том плане, что нужно просто понять, как пользоваться открывающимися возможностями или открывшимися возможностями для того, чтобы был реальный эффект такой серьезный. Ну, мы с 2013 года в ЕАЭС, а почему вот сейчас именно, почему сейчас именно открываются эти новые возможности? Ну, я думаю, что тут несколько причин, то есть, с одной стороны, ну, если говорить об Армении конкретно, да, о российско-армянских отношениях, то есть, с одной стороны, достаточно непростая международная обстановка, и то давление, которое продолжается, и оно даже по некоторым позициям усиливается по отношению к России и Евразийскому экономическому союзу, да. Вы имеете в виду давление со стороны Турции или со стороны Запада? Да, со стороны, прежде всего, Запада, конечно же, потому что санкции есть, сейчас мы знаем новый такой виток санкций и всевозможных таких барьеров. Это в НАТО сейчас что-то там произошло? Да, например, по Северному потоку, вот сейчас с НАТО, размолвка такая происходит, Россия была вынуждена принять решение прекратить формальное сотрудничество с НАТО. Вот, значит, эти вот войны дипломатические с Соединенными Штатами Америки, которые вот без особых оснований, тем не менее, продолжают российских дипломатов, значит, ну как бы из Америки в Россию высылать. Вот, поэтому вот совокупность этих таких тупиковых с точки зрения плодотворных внешнеполитических отношений России заставляет, вполне возможно, или побуждает руководство России все-таки больше внимания уделять евразийской интеграции, то есть собственным внутренним проблемам. Вот, и, конечно, вот эта активизация Министерства экономики и других ведомств касается не только Армении, но и некоторых других территорий. Вот, тем более мы знаем, что вот сейчас достаточно такой сложный процесс переоценки взаимоотношений, например, происходит в отношениях с Украиной, да, с Белоруссией какая-то новая формула, значит, отрабатывается, может быть, более тесной интеграцией выхода союзного государства России и Беларусь на какой-то новый этап и так далее. Вот, опять же, если говорить о внешней такой, внешнеполитической, обстановке, то возросли чрезвычайные угрозы силы для России и для Евразийского экономического союза. После ухода американцев из Афганистана, да, формирование некой такой оси сунитского мира, то есть, в принципе, вот в исламском мире обозначилась как некая такая самостоятельная сила сунитский мир, да, где появились два лидера или два претендента на лидерство, несмотря на то, что крупных стран достаточно много, да, из Египета, Индонезии, там, Пакистан-Турция. Так вот, Пакистан-Турция – это как бы некие уже такие лидеры сунитского мира. Да. Ну, и Азербайджан с ними, так сказать, в Тройственном союзе. Азербайджан, в данном случае, играет абсолютно подчиненную роль, да. Согласен, да. Вот, скорее, мы можем говорить, вот, условно говоря, о коррекции неких действий, некой стратегии, значит, согласования этой стратегии между Пакистаном и Турцией через Афганистан. Ну, имеется в виду, талибы как некий такой активный компонент, инструмент какой-то будущей внешней экспансии. То есть, два оператора – Турция и Пакистан, да, и ряд инструментов – талибы, Азербайджан и еще там. Да. Что касается операторов, ну, понятно, мы, как бы, достаточно много информации по поводу того, что и за Турцией, и за Пакистаном в отношении, как раз, выработки некой внешнеполитической стратегии стоит та же самая Великобритания, которая нашла для себя, значит, такое пространство для такого глобалистского укрепления, да. И мы знаем, какую роль она играла. Они директор. Это директоры, два оператора. Да, 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 и вот, значит, инструмент такой. И инструменты. И поэтому, вот я неоднократно давал интервью по поводу того, что в этом регионе накапливается энергия, социально-такая, политическая, да, и военная. И, соответственно, когда есть накопление этой энергии, она должна выход какой-то иметь. Выход – это война? Да, вот, и необязательно, то есть это экспансия, совершенно очевидная экспансия, возникает вопрос, куда из этого региона. Ну, мы прекрасно понимаем, что, ну, конечно, эту энергию попытаются направить определенные силы в сторону Ирана, например, в сторону Индии, это как бы бесполезно, и мотивации особых у них нет, да. Ну, у Пакистана есть, у Турции, допустим, нет. И вообще это я называю таким Балканским перекрестком, точнее, Азиатскими Балканами, да, то есть тот перекресток, где сталкиваются интересы вообще ведущих цивилизации. То есть и Запада, и сам Суницкий мир, и Китай, и Индия, и Евразийский экономический союз, Россия, да. Вот, поэтому… Ну, и Турк, Туркская цивилизация тоже ее надо рассматривать как отдельную, наверное, цивилизацию. Ну, в данном случае Суницкий мир более широкое понятие, да? Да. Вот, поэтому для Турции важен и османистский проект, и туранский проект, и, значит, такой тюркский, пантюркийский проект, да. И несмотря вот на некоторые там тактические разногласия, допустим, между Пакистаном и Турцией, тем не менее, вот в отношении именно экспансии, они едины. В том плане, что, да, надо куда-то двигаться, куда, в страны Центральной Азии. Поэтому, конечно, это не может не беспокоить Россию сегодня, почему в Таджикистане вот этот форум будет проходить, да. Значит, и, соответственно, активизация отношений и вообще действий России в отношении Узбекистана, например, мы наблюдаем в последнее время. Потому что Узбекистан, как крупнейшая держава Центральной Азии и успешно развивающаяся, она вот оказывается, ну, будучи граничащей с Афганистаном, естественно, для Узбекистана стоит вопрос о внешнеполитической стратегии. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, быть мостом между вот этим Суническим миром, да, и Россией, например, при этом получать выгоду от своего промежуточного положения, а с другой стороны, не дать возможности этой самой экспансии двинуться в Узбекистан. То есть под экспансией, я понимаю, как раз необязательно военные действия, прямые и летальные действия. А, прежде всего, конечно, это меры, точнее, не меры, а действия такого ментального, информационного характера. Мягкая сила, да. Идеологического характера, потому что мы знаем, что практически во всех постсоветских странах у нас, у власти находятся такие олигархические режимы, да, по отношению к которым население во многом недовольно. И существует такое серьезное противоречие между элитой, да, вот этой самой олигархической, которая приватизировала ресурсы, вот, во многом незаслуженно, вот, и населением, которое нищает. И этим, естественно, кто может воспользоваться? Ну, например, радикальный исламист, который предлагает такую некую социальную доктрину, да, соответственно, протест против Запада, значит, такой некий аскетизм. Против глобализма. Да, 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 ориентация, ориентация на такие братские отношения в религиозном смысле. Естественно, в ситуации отсутствия идеологии, вот, во всех этих центрально-азиатских странах, ну, такой действенной идеологии. Очень заманчивая, получается. Для народа это же очень заманчиво, поэтому вполне возможно, это все ощущают, узбекистанский режим, например, это ощущает, да, уже там начались некие действия превентивного характера, что народ начнет склоняться, или это значительная часть народа, как раз к этой вот радикальной исламистской идеологии новой, да, Талибана, типа Талибана. Вот, это грозит как раз назреванием возможных цветных революций и госпереворотов. То есть смена режимов, вот что может происходить. Поэтому это совершенно новая конфигурация, и даже не просто такого регионального типа, это в геополитическом, таком мировом масштабе некая новая конструкция, когда появилась еще одна такая цивилизационная общность, которая себя обозначила как субъектность геополитическую серьезную, это вот этот так называемый Сунинский мир, да, с которым уже и Соединенные Штаты вынуждены будут считаться, и уже Европа ничего сделать не может, да, и в принципе уже никого не интересует позиция Евросоюза по отношению к этому региону, тут как бы новые игроки. Не случайно, кстати, Лавров вот на днях заявил о том, что нужно развивать формат 3 плюс 3 по отношению к Южному Кавказу. Это то, о чем мы говорили с вами 10 лет назад, начали говорить. Вы не считаете, что это откат России от своих позиций Евросоюза? Раньше же была Россия и были, допустим, в Союзной Республике лежит. А сейчас еще и Турция прибавилась, еще и Рам прибавилась. Я не считаю, что откат, просто это поздно, это уже, как я называю, поздно пить боржоми. Когда бочки отвалили. Конечно, 10 лет назад это было актуально, почему? Потому что тогда делался упор руководством и Армении, и Азербайджан на Минскую группу БСЕ. А сейчас Минской группы как будто и нет. Вот, поэтому, поскольку уже даже Лаврову стало понятно, что Минская группа БСЕ в данном случае не субъект, и надо как-то адекватно к этому относиться, вот был предложен этот формат 3 плюс 3. Но 10 лет назад, 5 лет назад, еще было это актуально. Почему? Потому что основной смысл этого формата, то есть первая тройка, это как бы страны региона, Армения, Азербайджан, Грузия, вторая, Грузия, и вторая тройка, это некие страны-гаранты за каждые сторон стоящие. То есть это Турция, Иран, Россия. То есть, условно говоря, запустить процесс реальных переговоров, да, и взаимодействия между Азербайджаном и Арменией, чтобы не допустить войны, да, вот этих реваншистских настроений страны Азербайджана, чтобы подтолкнуть Азербайджан к тому, чтобы они начали предлагать Армении какие-то экономические проекты реальные, да, в обмен на это, может быть, Армения сделала бы какие-то территориальные уступки, там, где, ну, там, очевидно, какие-то спорные районы, но сохранить в целом статус-кво. Вот, значит, и главная причина, чтобы не дать перейти вот этому конфликту, да, в деконструктивную форму, то есть в начало войны Азербайджана при поддержке Турции и так далее. Вот, значит, и, как бы, МИД не слышал, и вообще, как бы, российской дипломатии этого не слышали. И была такая игра, что есть Минская группа БСЕ, там Россия тоже присутствует, и вот, значит, главы МИДа, Армения и Азербайджана, постоянно катались в Европу, устраивали там фуршеты и тем и другим какие-то обещания, значит, там вешали, лапшу на уши, грубо говоря, да. Сегодня Азербайджан поддержали, завтра Армению поддержали, на самом деле ничего не происходило. Происходило накопление вот этой самой энергии. Да, негативной. Конечно, и поэтому мы предупреждали и все время говорили, что война неизбежна будет. Почему? Потому что Азербайджан развивается в экономическом плане быстрее всех на постсоветском пространстве, да, есть нефтяные деньги, есть эта связка с Турцией, с Западом, и поэтому... Ну, благодаря еще и Бритиш Петролию, да? Конечно, конечно. Поэтому это все будет подталкивать к желанию решить силой, да, вот эту проблему Нагорного Карабаха и так далее. Именно для этого была задача резко ускорить экономическое развитие Армении, да, взаимодействие с Россией, в том числе военной сфере. Вот эти все вещи, поэтому... Но задача была не выполнена. Ну, конечно, поэтому Россия опоздала. Вот, сейчас можно говорить о том, что некоторые уроки Россия начинает усваивать. Некоторые уроки, да, гораздо позже, чем это должно быть, по идее, да, но тем не менее мы видим некоторые позитивные процессы. Уже после того, как Турция вошла в регион, заняла такие сильные позиции, даже Иран. Но теперь уже как вынуждена, вот, и вот Лавров об этом заявляет и чувствует, что в целом тот конфликт, который был, это, конечно же, и Азербайджан, и Армения в данном случае стали жертвами, да, более такой большой глобальной игры. Россия эту игру не уловила. Вот, но позитив я вижу в том, что все-таки происходит трансформация военного союза, военно-политического союза между Россией и Арменией. И вижу наращивание таких совместных военных действий, по крайней мере, позитивную динамику в военно-техническом сотрудничестве российской Минобороны и Минобороны Армении. Вот и позитивный такой процесс. Это говорит о том, что, да, Россия пересматривает некоторые свои моменты, пусть с инерцией, да, достаточно медленно, но в целом в правильном направлении. Вот, этот форум в каком-то смысле тоже это подспорье, да, поскольку мы говорим об экономическом развитии. Вам не показалось, что на форуме какая-то декларативность присутствовала, чем, больше декларативности было, чем реальных каких-то вот таких проектов? Ну, с одной стороны, да, форум, собственно, для того и проводится, чтобы декларации какие-то озвучить, да, и поэтому есть пленарные заседания, вот формат, допустим, где звучат декларации в основном. Есть формат круглых столов, где обсуждаются конкретные проекты. В принципе, любой участник может высказать любые пожелания, критиковать кого угодно, да, предложить там какие-то свои бизнес-проекты рассмотреть. И третье, это то, что происходит на полях, вот это самое важное. Сейчас я вижу, что поля разрастаются. Значит, на полях происходят всевозможные деловые переговоры, да, подчас даже закрытые, плюс подписание межправительственных соглашений, там, межведомственных соглашений, вот, ну и самые главные сделки всевозможные, да, так, кредитные, инвестиционные и прочее. Вот, поэтому, нет, нормальная форма работы, даже вот на своем круглом столе, который посвящен общей стратегии, следовательно, тоже некоторые декларации. Я вот просил выступающих, задавая вопросы такие встречные, обсуждать совершенно конкретные вещи. Ну, например, скажем, тема очень серьезная с точки зрения выстраивания и выстраивания отношений, это конкурентное преимущество, которое имеет Армения в случае, если она развивает экономическое сотрудничество с Россией. Что она от этого получает? Это очень важный вопрос, потому что... В рамках экономического союза, да, фактически? Конечно, потому что он касается вообще, в принципе, идеологии, настроений общества. Потому что это плохо объясняется и с российской стороны, и армянским руководством не объясняется. То есть простой человек или там представитель бизнеса, он хочет видеть как бы реальный результат. Когда говорит, ну хорошо, вот западные компании нам обещают, вот сейчас в армянской прессе мы видим, западные компании нам обещают 2 миллиарда долларов, инвестиции и так далее. Народ простой, он думает, о, значит, сейчас деньги там, может быть, дойдут до каждого каким-то образом, да? Вот, Россия вроде ничего не обещает. Но на самом деле это полная липа, потому что когда мы начнем смотреть, как Европа или европейские компании обещают эти 2 миллиарда долларов, и что за этим стоит, и куда будут направлены деньги. И второе, что на самом деле Россия и Евразийский союз дают Армении, каждому конкретному гражданину, это вообще несравнимые вещи. Потому что, ну вот я пример приводил, только на обеспечение миротворческого контингента России на городном Карабахе сегодня, в год Россия должна потратить, в целом, да, около 10 миллиардов долларов. Вот эти все затраты на все это. То есть это вообще несравнимые вещи. А если говорить об экономике, просто вот приведу один пример. Значит, какая борьба сегодня в Европе идет, например, за российский газ. Значит, где на одной стороне национальный бизнес Германии, который прекрасно понимает, что именно дешевая стоимость газа для Германии является основой конкурентоспособности немецкой экономики. То есть Германия, вот эта страна, является лидером Европы почти на 100% за счет российского газа. За счет вот этих самых энергоносителей, которые снижают себе стоимость продукции. И поэтому немцы владеют европейским рынком. Соответственно, конкуренты Германии, да, препятствуют этому проекту, северному потоку и всячески... Опять-таки, в первую очередь, Великобритания. Ну вот, конечно, направлено на то, чтобы обрушить Германию. Да. Вот, но все думают, вот это Россия, там что-то, значит, плохое. И направлен весь пафос такой отрицательный в отношении России. На самом деле, идет борьба против лидерства Германии вообще за разрушение Европы, по большому счету, в том числе британцами, американскими компаниями и так далее. Вот, допущение очередного рейха, да? Конечно. Поэтому в отношении Армении то же самое. Это главное конкурентное преимущество Белоруссии, например, и Армении также, да, это российские энергоносители. И вообще цена на газ, который гораздо ниже мировой. Это что означает? Это означает, что Армения, это вообще основа суверенности Армении экономической, потому что это позволяет производить товары, прежде всего сельскохозяйственного назначения или промышленные товары, себестоимость которой ниже, чем, например, там, в соседних странах или где-то в Европе. Получается, в 9 раз сейчас ниже газа. И, следовательно, следовательно, наращивать экспортное производство. То есть любая страна, которая сегодня развивается, да, и относится к числу развивающихся стран, это страна, которая способна, значит, перейти в формат экспортного производства. Это значит, что она имеет рынки, сбыта для своей продукции и так далее. Поэтому вот как бы это есть показатели развития. Вот. Вот. В этом смысле, в случае, если, вот, допустим, армянское руководство и вообще весь бизнес понимают, что, значит, продукция, которая производится в этой стране, да, имеет более низкую себестоимость в сравнении там с аналогичной продукцией в других странах, то Армения может эту продукцию вытеснять потихонечку или, по крайней мере, сбывать свою. Это основа для развития сельского хозяйства и других сфер производства. Вот. Значит, это такая первая базовая серьезная предпосылка. Второе конкретное преимущество – это рынок российский для армянских сельхозтоваров. Опять же, все страны бьются, как бы, пытаются добиться того, чтобы куда-то свою сельхозпродукцию сбыть. Вот в Европе, например, кризис перепроизводства, да, начинают сворачивать вообще все фермерские хозяйства, агропромышленный комплекс. Ну, тем более, такая цена на газ свернешь. Вот. И, соответственно, все вот эти попытки там на Украине, например, разговоры по поводу того, что сейчас вот мы там евроинтеграция, и наши товары пойдут в Европу. Выясняется, что в Европе не принимают их товары, да, вот, и даже не собираются. У нее свои есть. Зачем у нее еще украинские товары? Ну, конечно. Вот. А в Армении появляется, или появился уже давно, глобальный рынок российский. Вот. В рамках евроинтеграции, понятно, это беспошлиная торговля. Поэтому получается, что ты можешь просто каждый год наращивать по 10, 15, 20 процентов сельхозпродукцию, потому что все равно найдет свою реализацию на российском рынке. Вот. А второе конкурентное преимущество мощное. И вообще сельское хозяйство – это отрасль с высокой добавочной стоимостью, потому что предполагает наличие кадров, техники, цепочка технологическая долгая и так далее. То есть это же не просто зерно продавать или картошку. И дальше обеспечивает занятость достаточно большую. Конечно. Новые рабочие места и прочее. Сохраняет традиционный образ жизни. Да, да, да. Вот. Поэтому вот это все есть и нужно осознавать. Проговаривать на разном уровне, чтобы в конце концов большинство граждан Армении понимали, что хотелось бы иметь действительно суверенную развитую экономику, а на сегодняшний день это можно только в рамках Евразийского экономического союза. То есть получается, чем больше мы интегрируемся с Россией, тем более мы поддерживаем свой суверенитет, свою суверенную экономику. И некоторым это кажется каким-то парадоксом. Да, на самом деле реально, если посмотреть на политику, на экономику, то чем больше мы интегрируемся, тем больше мы поддерживаем, сохраняем и развиваем свой суверенитет. Ну, все правильно. Можно рассмотреть структуру двусторонних отношений, да, и выяснить, а в чем заключается прибыль или интерес России. Он заключается не в том, что Россия на Армении зарабатывает. Она на Армении ничего не заработает. Но есть и такие геополитические интересы, интересы цивилизационной безопасности России, интересы на Южном Кавказе и так далее. В этом смысле, конечно, Армения как именно политический союзник очень важен. Россия за это... Цивилизационный даже. Да, цивилизационный союзник, культурный союзник. В рамках христианской цивилизации. Духовная союзничество. И в этом смысле Россия готова платить за это. Фактически, вот платит 10 миллиардов. Это не шутка. Да, поэтому и 10 миллиардов. И снижать цену на газ, например, держать ее по евразийским ценам. И держать рынок открытым для армянских товаров и так далее. И даже инвестиции вкладывать по мере возможности. Сейчас там речь идет об обновлении опять атомных станций, еще какие-то крупные проекты. Куплены акции молибденового комбината в Армении. Значит, тоже вкладываются российские деньги. Там неважно, они русские или армянские, но российские. Поэтому вот эту структуру сотрудничества нужно понимать. И получается, что такой взаимовыгодный обмен, условно говоря, Армения, будучи союзником и партнером в таком политическом, и даже военно-политическом смысле, а Россия не эксплуатирует Армению в экономическом смысле, а наоборот, является неким таким донором традиционных отраслей, которые обеспечивают суверенитет России. Не просто нажиться к какому-то правящему классу. Суверенитет Армении. Отделимых олигархов, да. Суверенитет Армении. Конечно. А нажиться в таком хорошем смысле самой стране в целом. АПЛОДИСМЕНТЫ